Приветствую, дорогие зрители, с вами Дилером, приглашаем вздевать интересный мод для Майнкрафта. Сегодня мы рассмотрим действительно очень интересный мод. Это даже не мод, а обновление для очень крутого мода. Мода на разную фурнитуру. В общем, это обновление добавляет очень много всяких примочек для маны. Вы сможете себе сделать какой-нибудь туалет, сесть на него, даже можете нам вздюхать. Смотрите на него, нажимаете F и он, короче говоря, издает довольно-таки интересные звуки. Нужно быть аккуратнее, потому что кто-то может вас услышать и сказать, что вы неприличный человек. Также эта модификация добавляет вот такие вот очень интересные урны. Можете в них залезать, даже не урны, а, короче, мусорные ящики или мусорные бедра. Наши, скорее всего, это все-таки мусорные бедра. Такие вот какие-то прикольные шкафчики. Также вы можете себе сделать рукомойник, пока нужно его специально запитывать водой. В принципе, я думаю, что если вы посмотрите мой старый обзор мода, там тоже вы увидите, как запитываются разные такие вот фигни. Так, что у нас еще здесь есть? Также вы можете увидеть такую очень интересную кабинку, где можно залезть, включить себе воду, помыться. Довольно-таки все круто сделано. Также вот такая вот офигенная просто ванна. Ее можно постепенно набрать водой. Самое главное, чтобы снизу она тоже запитывалась от источника бесконечного воды. Так как ты там напитываешься? А, нужно просто кликать по ней правой кнопкой мышки. Так, вы должны иметь больше воды под ванной. Ага, я понял. Нужно размещать вот эти вот все блоки воды немножко по-другому. Потому что у меня сейчас ванна остырила один блок воды. И там уже, скорее всего, воды больше нет. Да, действительно. Сейчас нужно будет все это немножко перестроить. Так что мы с креатива себе возьмем один какой-нибудь блок воды, где у нас вода бесконечная. Берем стоячую воду, размещаем вот сюда еще блок воды, блок воды. Теперь можно здесь все заделать, в принципе, камнем. И у нас, по идее, сейчас будет ванна работать бесконечно. И сейчас будет набираться куча-куча воды. Так, пробуем. Да, набирается, набирается, набирается. Давай, набирайся, блин. Черт, побери, что ты не набираешься. Кажется, я слишком быстро начерпал воды. Нужно было, по идее, еще все это немножко по-другому сделать. Хотя, лучше всего делать, наверное, 3 на 3 блока. Ладно, сейчас все переделаем, переделаем, переделаем. Или, может, уже где-то в другом месте построить. Ладно, сначала с этой ванной закончу. Но уже потом будем везде все перестраивать. Так, ну, больше, 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 больше. По идее, 3 на 3 блока хватить должно с головой. Я не знаю, с чего эта ванна конючат. Чего ей там не хватает. Ладно, сейчас застраиваем все камнем, 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 камнем. Больше камня, больше камня. Так, выбираемся отсюда нафиг. И сейчас проверим. По идее, тебе уже всего хватает. Да, теперь, теперь все. Теперь ей воды хватает. Самое главное, сильно быстро не черпать. Она, по идее, там, откуда-то из вот этих вот недр наших. Черпает себе воду и постепенно наполняется. Блин, тебя наполнять, конечно, можно очень долго. Сильно в нее залезть, как-то помыться не получится. Просто запрыгиваете. Со стороны, как бы, смотрите на свет. У-у-у, я уже в ванне. Ну, круче всего мыться, конечно же, в душе. Потому что душ, он такой более анимированный. И к тому же еще дают какие-то ачивки за то, что вы купаетесь в душе. Действительно, очень круто. Как пользоваться этими ящичками, особо не понял. Потому что в них нифига положить нельзя. Мусорное ведро можно накидать вообще что угодно. Просто берете вообще что угодно и ложите в мусорное ведро. Оно там будет все храниться. Вот в эти вот ящички, может быть, не допилили еще. Потому что обновление вышло довольно-таки недавно. В общем, в них пока ложить ничего нельзя. Это обновление есть для версии 1.6.4 и для версии 1.7.2. Я на версии 1.7.2 не пробовал. Если можете, попробуйте, заодно расскажите, как там вообще все это работает, не работает. Может, только 1.6.4 версия глючная. Сейчас покажу вообще, как все это дело крафтится. Унитаз крафтится из кварцевых блоков, которые собираются по такому рецепту. Это рукомойник. Он крафтится тоже из любых кварцевых блоков, либо из кварцевых колонн. В общем, из чего угодно. Так, это у нас мусорное ведро. Это у нас ящик, который цепляется на стенку, который почему-то немножко глючит. Ну и фиг с ним. Так, это у нас ванна. Очень крутая вещь. Я думаю, что она делается из железа. Но она делается тоже из кварца. Я считаю, что это недорого. Это душевая кабинка. И сверху на душевую кабинку у нас идет сам такой душ, который вас будет умывать. Так, все это дело сейчас забираем. Где-нибудь расположим. И надо будет мне еще хапануть с собой вот эти вот два блока. Чтобы не было легче все это где-то располагать. Так, душевая кабинка просто ставится куда угодно. Самое главное, чтобы был какой-то блок, который выше ее. И на этот блок вы уже можете прицепить вот эту вот фигню. Так, вернись обратно на родину. Так, ставим. Все, теперь у нас душевая кабинка полностью рабочая. Нажимаете кнопочку. Просто кликайте, вернее, правой кнопкой мышки под душевой этой вот фигни. Типа это распылитель. Даже не знаю, как правильно это назвать. Короче говоря, отсюда льется вода. Кликайте еще раз правой кнопкой мышки. И все. Теперь уже вода больше не льется. Так, следующая у нас ванна. Под ванной нужно, чтобы у нас было, по идее, три на три блока. Хотя, вроде бы, у меня работало как-то и вот так. Сейчас постараюсь все правильно сделать. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Сюда воды, воды, воды. Воды. Да, в принципе, можно наливать ведрами. Но с ведрами заморачиваться что-то не хочется. По идее, если я вот так вот расположу эту ванну, у меня вода будет черпаться бесконечно. Потому что, по идее, черпается отсюда. А справа и слева у нас стоит поблок воды. В общем, как бесконечный источник в Майнкрафте. Так, проверяем. Черпаешь, черпаешь, черпаешь. Да, действительно. Всего лишь нужно было сделать три блока в длину. И посерединке вот так вот разместить ванную. Так, что мы еще не смотрели. Ну, простой бачок он ставится. Просто берете, ставите. Он ставится, кстати, со звуком наколения. Довольно-таки неплохо. Вот эти вот шкафчики цепляются только на стену. Больше никуда. Размещать их можно где угодно и сколько угодно. Пока они вроде бы либо не работают, либо на версии 1.6.4 не работают. Да, хрюня? Хрюню одобряет, короче говоря. А вот такой вот еще рукомойничек тоже нужно ставить куда-нибудь, где есть три блока. Сейчас мы где-нибудь его поставим. Так, хрюня, ну двигайся. Сейчас где-нибудь вот здесь вот тоже раскопаем, раскопаем, раскопаем. Фигарим воду, воду, воду. Зафигариваем все это пить чайником, либо чем угодно плотным, чтобы оно только не отсыпалось. И теперь ставим рукомойник. Из него тоже можно черпать воду. Так, возьмем. Короче говоря, все, вода набралась. Кстати, вы отсюда можете любой бутылкой взять и начерпать себе воды, если вам вдруг это нужно. Так, убираем все это. Если бы я был не в креативе, то у меня эта вода бы, конечно же, набралась сразу бутылку. На принципе, можно выйти из креатива и посмотреть. Сейчас набираем, 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 набираем. Теперь черпаем. Набираем и черпаем. Так что можно отсюда себе набирать воду. Если вы любите что-то где-то так вот химичить, делать какие-то химические зелья, в общем, варить какие-нибудь зелья, вы сможете себе вот эти вот бутылочки набирать прямо из умывальника. Это довольно-таки очень круто. Так, что у нас еще? Туалет можно размещать вообще где угодно. Просто размещаете его, запрыгиваете в него. Теперь вы можете нажать на кнопочку F. Там вроде бы где-то можно даже в меню это изменить. И он сделает очень такой неприличный звук. Во всяком случае, сделано довольно круто. Как после этого смыть, я даже не знаю. Так, смыть что-то как-то не получается. Зато можно нажать кнопку приседания. Вы с него просто слезете и не будете издавать никаких страшных звуков. Вот такая вот, в общем, интересная модификация. Надеюсь, что вам понравилось. Если вы впервые на канале, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие ролики. А также ставьте лайки. Чем больше лайков, тем раньше выходят новые ролики. А также ваши лайки очень помогают развитию моего канала. В общем, еще раз спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на скачивание мода будет в описании. Всем до скорых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok